Всем привет, меня зовут Макс, мы продолжаем видеокурс по геймгурум. В данном уроке мы рассмотрим, как можно поднимать объекты в воздух, перетаскивать их и, соответственно, дальше их класть на землю. Для начала соберем сцену, у нас есть плеер-маркер и обязательно объект, который мы будем поднимать, с уже установленным скриптом CarryObject. Ну, перед тем, как рассматривать сам скрипт, давайте я вам все-таки покажу, как это все дело выглядит в действии. Вот, собственно, началась игра, мы подходим к объекту, у нас высвечивается текст «нажми на E, чтобы поднять», мы нажимаем и удерживаем, точнее, перетаскиваем на какую-то дистанцию и отпускаем. Если мы просто нажмем и отпустим, то он сразу будет падать. Если удерживаем, соответственно, он не выдержит в воздухе. Теперь перейдем к редактированию скрипта. Скрипт достаточно простой, у нас есть локальные перемены, отвечающие за состояние в воздухе или объект сейчас или нет. В функции инициализации мы, на всякий случай, задали ее значение, как равное нулю, поскольку он находится на земле. Далее мы объявили переменную PlayerDist, которая отвечает за дистанцию до персонажа. И первое условие, которое мы встречаем, это если дистанция до персонажа меньше, чем 82, ну, ее можно ставить любую, в принципе, можно ставить и 100, и 1000, как хотите. И сразу же здесь второй элемент условия, если объект находится на земле. Тогда мы высвечиваем текст, нажмите E, чтобы поднять, и проверяем, если кнопка была зажата, тогда мы устанавливаем положение объекта, то есть локальную переменную CMOD, как равную единице. То есть говорим, что объект находится в воздухе. И теперь, соответственно, обработка этого условия, когда объект находится в воздухе, заключается вот в этих условиях с 15 по 30 строчку. NewY нужен для того, чтобы показать высоту объекта в радианах. То есть это угол. Мы высчитываем угол между игроком и бочкой, по сути. PromX и PromZ отвечают за удаление объекта от игрока. В данном случае мы еще внедрили коэффициент, умножаем на 70. Это некая дистанция между бочкой и персонажем. Поскольку X и Z это разные абсолютно векторы, то для X мы используем синус, для Z косинус. Но это геометрия, можете ее подучить и в школе. Соответственно, мы взяли текущую позицию игрока по X, текущую позицию игрока по Z, прибавили синус, умножили синус Y, то есть поднятие бочки на высоту, то есть угол, и домножили его на 70, то есть некое расстояние. Чем больше эта цифра, тем дальше объект будет находиться в поднятом состоянии от игрока. Дальше отключаем коллизию, чтобы он мог подняться. Устанавливаем, соответственно, новую позицию для этого объекта, который поднимается для объекта по X, по Y. У нас, соответственно, по Y он должен быть таким же, как и сам игрок, и по Z. Переворачиваем, да, то есть rotate-to-camera его, получается, к лицу, чтобы объект смотрел на нас. Включаем теперь коллизию и выводим текст, нажмите, удержите, ну нажмите там или отпустите в данном случае, E, чтобы объект упал. Дальше, соответственно, в этом же условии мы проверяем, если была опять же все-таки зажата или нажата клавиша E, то мы устанавливаем CMOD равный нулю, то есть говорим нашей игре, что объект отпущен. Выключаем коллизию, то есть физические свойства, устанавливаем заново позицию объекта и включаем коллизию. Ну то есть все достаточно просто, я вот каждую строчку пытался вам объяснить, надеюсь, вам было это понятно. Вот, и давайте в завершение мы еще раз посмотрим, как это все выглядит, только уже с немножко другими коэффициентами. У нас значим коэффициент 270 и чуть-чуть побольше дистанцию. Ну вот, теперь мы подходим к объекту, уже чуть-чуть подальше, у нас появляется текст уже не так вплотную. Мы зажимаем букву E, и видите, как далеко, ну, как же далеко появляется наш объект. И он появляется дальше, чем наша дистанция, поэтому он сразу падает. То есть в данном случае можно даже реализовать систему неких таких толчков вперед для вашей игры. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Макс. В этом уроке мы научились поднимать, опускать и передвигать объекты. Соответственно, все скрипты у нас будут в группе лежать. Вы можете их спокойно скачать, поставить в игру. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, вступите в группу и участвуйте в активных комментариях. Кстати говоря, скоро будет новогодний розыгрыш одной копии GameGuru, поэтому следите за новостями. Всем пока!